Диалоги о ковиде Мы постараемся о них ответить Вопросов накапливается много И нам даже лучше понять Вот вживую Понять что хотят услышать Слушатели Ну давайте я для начала представлю Мой друг Александр Васильевич Горелов Член-корреспондент Российской Академии Наук Профессор, заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Я правильно назвал? Все правильно Ну уже узнаваемая медийная личность Человек, который в Росздравнадзоре В общем очень серьезную роль играет Роспотребнадзоре И просто ученый Да, и просто ученый Я никакого отношения Собственно, только ведомственная принадлежность Института Роспотребнадзоре Не отказываетесь Я не отказываюсь Это святое Я Малявин Андрей Георгиевич Профессор Я генералист Российского научно-медицинского общества Терапевтов И главный нештатный пульмонолог Минздрава России По Центральному и Федеральному округу Самое главное, что я пропустил Говоря про Александра Васильевича Он президент Национального научного общества инфекционистов России Так что здесь у вас таких два лидера Мы поговорим о ковиде Про него за неполные полтора года Нет, уже, наверное, полные полтора года В общем, много чего узнали Исследования идут Публикации ВАУ буквально Вот недавно, месяц назад Был систематический обзор По 28 тысячам публикаций Кстати, довольно печальный По качеству лечения И мы много чего знаем Причем, должен сказать, что Вклад российских ученых значительный Я подчеркну особо роль Наших патоморфологов Которые за это короткое время Сумели практически полную картину Создать патоморфологических изменений Выпустили Атлас, которым все пользуются И мы сейчас понимаем Что есть коронавирус Коронавирусы были всегда Сколько человечество живет Но таких противных было не так много Была встреча коварная с вирусом SARS и MERS Это варианты коронавируса Но поскольку они были высоко летальными Они как-то, в общем, быстро ушли А у этого вируса есть особенность Особенность заключается в том Что очень длительный период заразительности Собственно, это определяет пандемию И что он делает? Ключевое поражение через рецепторы Ангиотензима, превращающего фермента 2 Проникает в клетку И основное поражение идет Эндотелия сосудов Поскольку в легких проникает И очень большое представление В легких То, собственно, микротромбозы Микроэндотелиотромбопатия Такая развивается Но это не только в легких Это может быть практически в любых органах Дальше развивается, по сути дела Системное воспаление В ряде случаев оно приводит Так называемую цитокиновую шторму То есть избыточная реакция И вот наши люди очень любят У нас недостаточный иммунитет У нас недостаточный Вот как раз здесь проблема Избыточной реакции Наиболее тяжелые поражения Обычно связаны с острым Респираторным дистресс-синдромом Связаны как раз с избыточной реакцией С избытком провоспалительных цитокинов Много мы уже что испытали По видам лечения По подходам Что-то уже отсеивается Видите, сейчас уже 11-го пересмотра Временные методические рекомендации Постоянно пересматриваются И анализируется постоянно Эффективность тех или иных методик В чем проблема Проблема, прежде всего Что мы не готовы Человечество, я имею в виду Не готовы Не российские врачи А мы не готовы В общем борьбе С рынковыми вирусами По большому счету То есть у нас дефицит Прямых противовирусных препаратов Абсолютно точно Да, у нас увлечение Индукторами интерферона Различными иммуномодулирующими средствами Теми же иммуноглобулинами Но как показывает жизнь Небольшой эффект Если есть То он недостаточен Для того, чтобы надежно Подавить репликацию вируса Какие-то обнадеживающие данные есть Мы немножко попозже об этом скажем Тем не менее Вот в этом проблем Мы долгое время Опасались применять стероиды Глюкокортикостероиды Для подавления избыточной реакции Поскольку было не совсем понятно Боялись, что Вред Мы все знаем побочные эффекты Вред может Больше быть, чем польза Здесь уместно вам поделиться своим опытом Вы были первые Кто на себе испытал стероиды Я раскрываю Военную тайну Военная тайна такая Я заболел 13 февраля Заболел тяжело С полиорганной недостаточности И собственно Я живу благодаря тому Что была доза стероидов Достаточно большая Примененная Она нам в общем спасла Безусловно Понятна роль Антикоагулянтной терапии Прямые антикоагулянты В ряде случаев Непрямые антикоагулянты Понятна роль Вентиляционной поддержки Тоже мы сейчас Пришли к чему Что максимально Пытаемся отсрочить Инвазивную вентиляцию Легких Почему? Потому что Инвазивная вентиляция Легких Способствует Бактериальной Контоминации И летальность При инвазивной Вентиляции Легких Превышает 76% Это огромная цифра Поэтому Упор сделан На неинвазивную Вентиляцию Легких В режиме СИПАП Или БИПАП Или Длительную Кислород терапию В ряде случаев Применяется Высокопоточная Кислородная терапия В экстремальных Ситуациях Крайне редко Экстракорбональная Мембранная Оксигенация Вот основные Направления Не могу не сказать Потому что Это больная тема Это совершенно Необоснованное Применение Антибиотиков Абсолютно Необоснованное Применение Причем В тех же временных Рекомендациях Четко написано Подтвержденная Бактериальная Контоминация При этом случае Можно назначать Назначать всем подряд Не нужно Это вирусные Заболевания Ни один антибиотик На вирусы Не действует А побочные эффекты В значительной степени Увеличиваются Почему я так Говорю Потому что Мы формируем Устойчивую Бактериальную Флору И потом Нам еще это Отзавется Очень сильно Мультирезистентность Я напомню Что Обычная Вне больничной Пневмонии У нее Летальность При этом Заболевании Значительно выше Чем при ковид Не хочу Никого пугать Но это Общеизвестная Цифра У лиц Старше 35 лет Пневмококовая Пневмония Заканчивается Летальным исходом В 32% Случаев Это ужасная Цифра Безусловно Буквально Несколько Слов О Вакцинах Более подробно Просто я уже говоря Общую такую картину Рисую Значит Вакцина Испытанный метод А до вакцины Можно еще пару ремарк Ставить Обязательно Пожалуйста Поэтому Хотел бы подчеркнуть Что реалия Действительно К сожалению Меняется Очень быстро И по сути Мы сейчас переживаем Вторую волну Потому что Журналисты Ее объявляли Несколько раз Но по классическому Эпидемиологическому Жанру Вторая волна Это когда Первая Проходит Через ноль Она не прошла Либо мутант Догоняет Первичные Возбудители Вот этот вопрос Вы опередили Я хотел задать его И в настоящий момент По сути Мы имеем развитие Второй волны Потому что идет Смена доминирующего Генотипа И Дельта И Дельта Плюс Вытесняет Даже британский Штамп Который был привычный Я не говорю Уже про Уханьский И в этой ситуации Важно подчеркнуть Что принципиально Меняется клиника Укротился Инкубационный Период Более ранее Манифестация Потому что Вирус обладает Большей заразительностью В 2-3 раза Почему он приобрел Преимущество И вытесняет Всех окружающих И самое главное Помолодела Аудитория Которая Сталкивается С коронавирусной Инфекцией И сейчас Основная Фокусная Аудитория Которая Поступает В том числе В больницы И в отделение Реанимации 14-29 лет Если еще Весной Прошлого года Мы говорили 65 плюс Но знали Что в основном Болеет женщина После 45 А мужчины От 20 до 40 То в настоящий момент Вот такой Отмечается Неприятный Тренд Стали больше Болеть дети И мы регистрируем Семейные очаги Еще весной Осенью Прошлого года Была ситуация Когда болели Взрослые А дети Болели Малосимптомами Или бессимптом Форманных заболеваний К сожалению Вот буквально В мае Этого года Произошло Изменение Клинической Картины Обострилась Эпидситуация И развитие Нового Эпидпроцесса Мы переживаем Настоящий момент И еще одно Очень не менее Важное обстоятельство Ремарку К тому Что мы говорили Врачи Не сидят Спокойно И я даже Помню дату 18 октября Прошлого года Ряд ассоциаций В том числе И независимая Ассоциация Инфекционистов России Обратилась В Минздрав Обратилась К врачам Всех Специальностей Прекратить Вахканалию С антибактериальными Препаратами Повторяю Что озабоченность Была уже Через полгода После использования Схем Лечения Коронавирусной Инфекции Но К счастью Методические Временные Методические Рекомендации Пересматриваются Достаточно быстро И понятно Что за год Мы проделали Путь От первых Методических Рекомендаций До 11 Пересмотра Которые действуют В настоящий момент И поэтому Это небольшие Замечания И в связи С этим Особая актуальность Приобретает Как раз средства Профилактики Если весной Прошлого года У нас не было Ничего Мы ведь Ждали Света В конце Туннеля И считали Что барьерные Способы Да это все Наши перчатки Маски Санитайзер Социальная дистанция Они никуда Не уходят Но повторяю Что мы живем В эпоху Доказательной Медицины И мы то с вами Верим только Журналам Сысуким И Пактфакторам Не перепринтам Когда появляются Какие то Нерецензируемые Журналы И уж тем более Не тиктокершам Ну это отдельная История Это отдельная История Потому что Хотя им верится Гораздо Как что Проще Они более Убедительные Потому что мы говорим с вами На совсем Доступном языке Но для Большой аудитории Но вместе с тем Хотел бы подчеркнуть Важные обстоятельства Что да К настоящему моменту Накоплены Убедительные факты И повторяю Что метаанализа Опубликован По тем же маскам В той ситуации Если 75% Общества Использует Эти средства Барьерные То в два раза Снижается частота Регистрации Не только ковид Но и респираторных Инфекций Одна и та же страна Англия Город где 75% И 25% В результате Мы получили Вот такие результаты Мы говорим Что для инфекциониста Это очень важно Я 40 лет работаю Инфекционистом Очень важно И знакомое правило Доза И время контакта Играет ключевую роль Маск 100% Не защищает Кстати по ходу Тут же задаю вопрос Да Вы затронули Интересную тему Статистика По респираторным Вирусным инфекциям Не ковидным Снижение же произошло Увы Увы Вот сейчас Опубликован доклад Главного государственного Санитарного врача Российской Федерации За 2020 год И мы имеем Рост Если традиционно В стране Регистрировалось Грипп Грипп Снижение Абсолютно Четко А по респираторным Абсолютно Другая ситуация Если традиционно Где-то 27-28 Миллионов Респираторных инфекций Гриппа То в 2020 году 33 миллиона То есть Переболело Практически Треть страны А не связано с лучшей диагностикой С лучшей обращаемостью Ну бесспорно Потому что Повторяю Что мы смотрели Через призму Ковида Потому что Большинство из нас Ну что греха таить При наличии Респираторных инфекций Оставались В лучшем случае На 2-3 дня дома Для того Чтобы Не заявлять О респираторной инфекции И собственно Администрация Шла На Как бы На встречу А здесь возникла Другая ситуация Но здесь появился Очень удивительный факт Научный Оказалось Что у нас с вами Есть помощник Если На слизистой Встречается Риновирус 17 А риновирус Напомню Самая распространенная Инфекция Да Но их Огромное количество Около 80 Сиротипов Но именно 16-17 Если На слизистой Встречается Риновирус И коронавирус Побеждает Риновирус Все рецепторы Занимает он Поэтому Может быть Повышение Респираторных Инфекций Это как раз Антагонизм Некий Я сейчас вспомнил Медицинский подход Начало 20 века Помните Как Сифилис Лечили Заражением Малярией Вызывая Гипертермию Вот здесь Может быть Стоит заражать Риновирусом Который Ну собственно Также появился Пергинал Напомню Пергинал Это была Ну определенная История Определенная Страница Медицине Когда мы Только подходили К определенным Классам препаратов Но по сути Это была Терапия Отчаяния Потому что И театропных Препаратов То есть Действующих На причину По сути Не было Ну вот вы Хороший Это очень Интересный факт По крайней мере Я его первый раз Слышу Мне любопытно Я на что еще Хочу обратить внимание Вот Александр Алексеевич Говорит правильно Сейчас Маленький Инкубационный Период Более Остро Болеет Тем не менее Есть определенные Категории Лиц Которые Заболевают Легко А Пик Заболеваемости Идет Там через Неделю Через Две И иногда Удивляются Говорят Вот у меня Было Там матовое Стекло 10 процентов А через Две недели Сделали А там 50 Так вот Наши Патоморфологи К сожалению За два дня Наши Патоморфологи Показали Что одна из Особенностей Это Медленное Развитие Эксудативной Фазы Которые Перекрытие Обычно Как воспаление Эксудативная Фаза Пролиферативная Фаза А здесь Идет Перекрест Такой Удивительно В этом Нет То есть Есть С одной Стороны Больше Острых С другой Стороны Есть определенная Категория Вот с таким Затянутым Таким Хвостом На самом деле Это осталось Но к сожалению Более пугающее Обстоятельство Связано с тем Что вирус Способен Захватывать Большую поверхность Одномоментно И поэтому В течение Двух-трех суток Мы только вчера Об этом Активно обсуждали На одном из каналов С ренематологами Когда человек Поступает с КТ-1 А через двое суток У него же КТ-3 Да Трамбозы Идут Трамбозы Повторяю Что в связи С особыми Свойствами Вируса Вот Отмечается К сожалению Не Как мы ожидали Что по мере Развития эпидемии Она будет протекать Легче Этого не происходит Ну что ж Нам еще Видимо долго Достаточно Придется с этим жить Ну при вот таком Отношении К вакцинации С неким упорством Есть страна Которая забывает От ковида Уже Исландия Две недели Не регистрирует Ни одного больного Но в Израиле По-моему ситуации В Израиле Стали дети болеть Поэтому Израиль Пошел по пути Прививая детей С 12-летнего возраста Ну там 13 или 14 случаев Ну да Это не 130 тысяч 14 случаев Но теперь стали болеть дети Это опасно И вчера опять Тоже мы обсуждали В Иерусалиме За месяц 40 случаев Мультивоспалительного синдрома Напомню Крайне тяжелого Осложнения у детей Которые требуют реанимации Интенсивной терапии А повторяю Что каждая жизнь Дорога Почему собственно Некоторые наши с вами Оппоненты Говорят Подумайте От инфаркта От онкологии Умирает больше Но люди забывают Что речь идет О остром Массовом заболевании Где выстроить барьеры Не представляется возможным Одно дело У тебя хроническое Онкологическое заболевание Или хроническое Заболевание Которое декомпенсируется А другое время Ты беззащитен Перед заболеванием Когда кто-то На тебя Извините Чихнул Или Невольно В общественном транспорте Вот вопрос Очень хороший Вы подняли Потому что Когда слышишь Сейчас Я не буду Вакцинировать Мое тело Мое дело Это Ради бога Это ваше личное дело Но вы забываете о том Что это ситуация Где вы Являетесь источником Заражения Бесспорно Вы убийца По сути дела Если вы выбираете Такой стиль жизни Вы не должны жить В мегаполисе Живите на острове Живите на острове Либо рядом с Дарьей Лыковой В Скиту В Сибири Где вакцинация не нужна Потому что мы К сожалению Живем в крупном мегаполисе И общество наше Вакцинозависимое Об этом нужно говорить Абсолютно точно Потому что Наши потоки Наша социальная активность Не позволяет нам Постоянно Выдерживать Социальную дистанцию И не посещать Закрытые помещения Ну те же самые магазины Согласитесь Жизнь А нецеловатся как Это абсолютно Очень важное Другое обстоятельство Может быть Через положительные эмоции Через уменьшение стресса Через поцелуи Можно напугать Ковид Ну вы же помните Хорошо есть Борис Поцелуев Монуклеоз Однозначно Я всегда об этом И говорю Болезнь студентов Или поцелуев И весной С первыми лучами солнца Отмечается подъем Этой инфекции Хорошо Я предлагаю Давайте мы будем Потихонечку Отвечать на вопросы Так будет актуально Вот значит Первый вопрос Который поступил Расскажите о вакцинах Их эффективности В связи с мутациями И новыми формами вируса Хороший вопрос Очень хороший вопрос На него есть абсолютно четкий ответ Нужно быть абсолютно спокойным Относительно вакцин Потому что напомню Что ключевым моментом Было создание платформы То есть ученые должны Создать платформу И этого мало Технологи должны Создать производственные линии И наконец должно быть железо Должно быть запущено Производство Оно должно быть масштабировано Сейчас все три компонента есть Когда есть платформа То в вакцине Можно как в трансформере Или в лего Менять составляющие Но классический пример Мы его прекрасно знаем Вакцина от гриппа Ежегодно меняет состав Но технология платформы Остается абсолютно Одной Отработанной И повторяю Что волноваться не следует Еще по одному Очень важному обстоятельству За вирусом гриппа Следят В России Например В 58 точках И передают В Европейское бюро ВОЗ Не менее значимым Является коронавирус Напомню Что он относится К патогенам Второго типа И только 85 субъектов У нас Российской Федерации Центры эпидемиологии И гигиена Плюс 24 института Роспотребнадзора Плюс Минздрав Собирает информацию О всех необычных случаях О случаях Когда Инфекция не поддается терапии Либо появлению О каких-то необычных аспектов Либо течет Как-то Как-то необычно течет В этой ситуации Генетический материал Направляется в центры И вот 23 марта Распоряжением правительства Наш институт Где я собственно работаю Стал главным Где собирается Вся информация По структуре По полным И неполным геномам вируса И создана с 1 января Российская база данных По циркулирующим вирусам И она адаптирована С международной базой данных То есть мы абсолютно интегрированы В мировом пространстве И за всеми мутациями Которые появляются Активно следим Потому что На самом деле Мутации тоже было Больше трех с половиной тысяч Но большинство их Носит нейтральный характер Не значим они Поэтому на них Не обращали внимания И в этой ситуации Когда появляется Новый штамп У нас к счастью Есть чувствительные Лабораторные животные На которых собственно Спытывается вакцина А потом они заражаются И в настоящий момент Из-за того что Я еще Отдаю себе отчет в том Что вирус Недостаточно мутирован А мутирует он Напомним В неимунном организме То есть по мере того Как будет охват Вакцинация расширяться Вирус перестанет Ему не будет Негде будет мутировать И вот такие варианты Вирус бомж Да Их будут Но он станет сезонным Просто будет посещать Отдельных индивидуумов Ну как с гриппом Сезонный эпидемический грипп И по сути Ну в мутации Индийский или Дельта штамп Хотя на самом деле Появилось сообщение Уже о лямбда штамме Достаточно пройти С первого Около пациента И возможно Но никто не подтвердил Не опроверг Потому что понятно Что мы знаем Из в основном Средств массовой информации Напомню Что геном коронавируса Бета коронавируса Это 30 тысяч последовательности Вот смотрите Индус Назовем его Или Дельта Это всего 30 30 нарушений Последовательности И уже измене Клинической симптоматики Мы имеем Абсолютно Две из них Ключевых мутаций В Дельта Это выделяет Три линии Они по разным Патогенам Но мы все разные Поэтому кому-то Одной линии будет Достаточно Для того Чтобы заболеть А кому-то Нужен самый вирулентный Или самый болезнетворный Вирус Это абсолютно Другая ситуация И в настоящий момент Можно с уверенностью Говорить Что время Смена Вакцинного препарата Не наступило Как это произойдет Я напомню Что в России В этом году Принята Беспрецедентная Попытка Модернизации Санэпидслужбы И принята Концепция Санитарного счета Напомню Четыре дня Выделяется На новый возбудитель На тест-система Разработка И четыре месяца На новую вакцину На новую А здесь повторяю Что платформа есть И уже не важно Это синтетическая вакцина Пивак Корона Платформа есть Это векторная вакцина Либо это классическая вакцина Чумаковская Все разработано Вирус Можно легко поменять Либо его компоненты Тем более я напомню Что спутник Делали на основе Еще той эпидемии Сарс Да И пытались на Мерс На Мерс Но на Мерс Слава Богу Через полтора года Завершил Своё пребывание На планете Технология Была уже отработана И поэтому Очень часто Аргументом Является то Что Вы знаете Вакцины Вновь созданы На самом деле Ничего Не бывает На ровном месте Вопрос И Россия Сейчас просто договорю Это очень важно Подчеркнуть Россия Страна С огромной Вакцинальной историей Вспомните Коммунистический завес Мы знали Об импортных Вакцинах А что У нас Были Пандемии Мы прививались С собственными Отечественными Препаратами Потрясающая вещь Я Всегда переживаю И кто помог Атос Поизбавить Человечеству Кто бесплатно Аполлилили Мы Опять мы Кто бесплатно Я вспоминаю По поводу Эпидемической ситуации Я всегда переживаю 9 мая Когда на параде Все кто угодно Только нет врачей Которые 73% раненых Вернулись в строй И ни одной Эпидемии Во время войны То есть Это вот традиции Русской И советской Школы Да Начиная с Пирогова Абсолютно Вот это прекрасная вещь Давайте завершим ответ на этот вопрос И вы дальше у меня зададите Следующее Для того чтобы сказать Что слишком развернуто говорит Но на самом деле Нужно быть абсолютно спокойным Если вакцина Не будет отвечать Веянием времени На замену Требует неделя Максимум 2 Составляющая Потому что повторяю Что Она принципиально не поменяется Поменяется только Компонент вируса Но в производстве вакцин Используется стабильный участок Того же спайк белка На который направлены Антитела Которые мы вырабатываем На вакцинацию Чтобы он спайком Не прикрепился Да То есть Мы не в реабильную фракцию Не в реабильную фракцию А действуем Основанно Очень много сейчас В интернете Страшилок Об антител В зависимом Иммунном ответе То вот Синтетической Белковой вакцине Вырезан участок Который отвечает Именно за эту Реакцию организма Поэтому если вы Полипептидную Белковую вакцину Берете То можете быть Совершенно Уверены В том Что Эта реакция Не возникнет Ну что что в геном В человеческий Никак не впишется Ни одна из вакцин А вы знаете Я не буду оригинальным Я повторю фразу Великую фразу Которую сказано Вот за эти полтора года Сыном Академика Чумакова Профессором Чумаковым Который работает В нашей стране В институте Ингельгарта Он сказал Может быть даже обидно Он сказал что Если вы считаете Что вакцина Поменяет ваш Генетический Код То у вас Последний шанс Вакцинироваться Понимаете Настолько емко Я близок Текст оригинала Я хотел вопрос задать Значит по поводу Векторной вакцины Я имею ввиду Спутник Ви Значит Насколько Вот та основа Аденовирусная Сама Это аденовирус-патоген Насколько она Опасна Дело все в том Что молекулярная Биология А здесь можно Погордиться За нашу страну Потому что на самом деле Всего шесть стран На планете Земля Обладает способностью Производить Высотехнологичный Продукт На основе Молекулярной биологии Потому что мы не закупаем А мы производим Так вот Молекулярная биология Позволяет Вырезать участки Из вируса Ну зовем по-русски Вирус кастрирован Он не способен К размножению И для того Чтобы нарастить Массу Вставляется Определенная Фрагмента Для того Чтобы в реакторе Это все произошло Все Очень хороший ответ Значит Мы по сути дела Я подвожу итог Вакцины Эффективны Даже при тех Мутациях Которые есть Потому что Они на основу На Неизменяемые В основном Направленные И новую форму Пока не требуют Все три вакцины Ну спутник лайт Это по сути Первый Первый компонент Классического спутника Ну четыре вакцины Назовем Что уж как Для того Чтобы не было Все четыре вакцины Настоящий момент Одинаково эффективны Хорошо А по всем ли Вакцинам Закончены Клинические исследования Полноценные Вот здесь Мы тоже Абсолютно Открыто Потому что прозрачность Отдаем себе Отчет Также в том Что мы переживаем Пандемию Не эпидемический Подъем В отдельной стране А пандемию Поэтому В период пандемии Меняется Требование К регистрации Вакцин И не только Россия Это международные Жесткие стандарты Поэтому вакцина Регистрируется После второй фаз Клинических испытаний Но до клиники Никто не отменял На животных Абсолютно Четко После первых Дух фаз Вакцина Регистрируется Продолжается Третья фаза И она продолжается В настоящий момент Это как раз То массовое исследование Это взятые Люди С болезнями С проблемами Не вторая фаза Не здоровые добровольцы А вот Просто Срез популяции Допустим Больные с ахтным диабетом Больные С какими-то Проблемами С хроническими заболеваниями Для каждого среза Делается Исследование Для первых двух вакцин Для векторной И полипептидной Они завершены И завершились Публикации Не в российском журнале Чтобы не было А в журнале Ланцет Для векторной вакцины А для пептидной вакцины В инфекции Иммунитет Опубликованы Данные Но кроме того Они доступны В российском журнале В российских журналах Кроме того В настоящий момент Проходит Третья фаза Клинических испытаний Чумаковская вакцина И к ноябрю Мы получим Также опубликованные данные Но повторяю Что интерес Очень большой Потому что По сути Классические вакцины Прототипом Является Та же Китайская вакцина Синавак Которая Но единственное Средство убивки Использует Формальдегид Который в России Не разрешен Вовсе Поэтому Повторяю Что по этому пути Мы идем И в настоящий момент Мы близки к тому Что закончится Исследование И так называемое Четвертого направления МРНК вакцин И это направление У нас разрабатывается Напомню еще Очень важное обстоятельство Что в апреле Прошлого года У нас было 42 Кандидатных Препаратов На вакцину Но вот До клинику Прошли Из них Три Ну даже много Ну в обычных Но повторяю Что мы же вам Мы создавали вакцины Не с чистого листа Не с чистого листа Технология была Ее не нужно было Покупать Заимствовать И в этой ситуации Вопрос пока В соревновании В соревновании Между странами Многие имеют Одну вакцину И довольны Вопрос стоит в том Чтобы для тех Кто желает Привиться МРНК вакциной Только в период Пандемии Слово желает Не совсем уместно Да Не совсем уместно Поэтому люди Как бы Не понимают Жизнеугрожающей ситуации Реально Потому что Ну это Русская рулетка Встретишься с возбудителем Мы не всегда знаем Исход заболевания Я бы еще маленькую Добавочку Сделал По поводу Отечественных вакцин У нас принято Так через губу Разговаривать Если у нас То плохо сделано И обращаю внимание Вот фазер Вот модерна Люди забывают О том Что для их хранения Требуется минус 70 И вы уверены Что вот эти минус 70 На всем пути Либо минус 28 Да Либо минус 28 Вы уверены Вот минус 18 Это традиционно Это все устройства Транспортные Под это Здесь сделаны А здесь Очень требования высокие Нет, Андрей Юрьевич Ну классический пример Мы с вами Мы же с вами Продукт Который Родился в Советском Союзе Вакцинировался По полной программе По полной программе И без медотводов И как видите Мы не гуманоида Мы абсолютно Люди Которые Получили Высшее медицинское образование И продолжаем Лечить людей Так может вы Потому что Линкором стали Что вот Привались По полной программе Надо будет сравнить Наши приемки Ладно Хорошо Вот мы сейчас Затронули тему А медотводы Да Значит давайте Немножко пару слов Скажу по поводу Влияния болезни Конечно Все в короткой передаче Не охватишь Но Мне задают вопрос Я пульмонолог Задают вопрос А вот у меня астма Мне можно прививаться Можно И нужно Конечно Другое дело Что появились публикации Что люди Болеющие Бронхиальной астмой Регулярно принимающие Ингаляционные кортикостероиды Легче переносят Ковид Вот в общей массе И в принципе Коронавирус В отличие от Риновируса Вот любимого Не вызывает Как правило Обострение астмы Но Есть определенная категория Небольшая Статистики пока нет Говорящая о том Что изменяется характер Течения астмы У некоторых людей Становится астма Изенофильная Так называем Более тяжелая форма Но это будет Накопление материала Больные Хронические абстрактивные Болезни легких Самая массовая категория Не то что нужно Бежать нужно Прививаться Это группа риска Потрясающе Это обязательно Обострение Больные с сахарным диабетом Уже Навязывало в зубах Но это действительно так Это люди и так уже И не только Дело не только в сахаре А дело в том Что это люди и так уже С поражением мелких сосудов И так микроангиопатия есть А вот это добавляется Все Вот почему собственно Тяжелый Больные с ревматологическими Заболеваниями Да Очень серьезная категория С одной стороны Перечислять можем до утра Но я Большим Месяц медикаментозной Ремиссии Нет обострения Вы можете совершенно Спокойно получать Прививку В то же время В Израиле В Израиле Ну я Кроме инфекциониста Я еще Гастроэнтеролог У меня в первом мете Достаточно Большое Детское Гастроэнтерологическое Отделение Крупнейшее Мы очень с осторожностью При аутоспалительных Аутоиммунных Заболеваниях Подходим К вакцинации Но вот Израиль Был впереди планет Всей Он не спрашивал Да Они абсолютно Не спрашивали И между Ведениями Биологической Иммуносупрессивной Серьезной терапии Не в день Ведения Проводилась вакцинация Наверное Они правы И они абсолютно Правы Потому что Риск Тратить Восхотехнологичные Дорогостоящие Средства Когда жизнь Может оборваться Из-за Встречи С коронавирусом Неспоставим Хорошо Давайте Вернемся к вопросу У меня вопрос Молявину Какой препарат Необходимо Назначить ребенку 2-5 лет Пульмозим Или Тегеразум Я честно говоря Не могу ответить На вопрос Потому что Диагноза нет И по какому поводу Эти препараты Назначаются Пульмозим Муковисцидоз Да я понимаю Но Не написано Что это Муковисцидоз Да Тук сказать Это Немножко другое Следующий вопрос Вот это Очень интересный вопрос После вакцинации Две прививки Через месяц Нет антител Так может быть Зачем тогда Нужна прививка Можно я начну Буквально Недавно FDA Американская Мы не любим Американская Но тем не менее Это серьезная организация Это федеральное Агентство по контролю За лекарственными препаратами И пищевыми продуктами Четко Обозначило Свою позицию Уровень антител Не является Основанием Для индивидуальной Оценки Противовирусного иммунитета Недавно Буквально ВОЗ Эту позицию Подтвердило Поэтому Вот это Я бы сказал Вакханалия Бесконечное Обсуждение И устно И в соцсетях А у меня У тебя сколько Антител У тебя сколько Антител Ну Как выяснилось Это Может иметь значение Для научных исследований Для личного человека Практически Это не имеет значения И не является Показателем Плохо Сформированного Постпрививочного Иммунитета И кстати Постинфекционного Иммунитета Тоже Вы согласитесь С этим Я абсолютно С вами согласен Потому что Повторяю Что мы же Определяем с вами Не вирус Нейтрализующий Антитела Если уж быть Абсолютно Объективно Нас интересует Не общий Подъем Уровень антител Которая может быть В разных цифрах Но нужно не забывать Референсное значение Справа смотреть Потому что нельзя Мериться антителами Не посмотрев Референсное значение А еще Помните Сколько у нас Тестов-то Для подъема 350 Или более И у всех Своё референсное значение Поэтому Ключевым моментом Является Бесспорно Наличие Не антител А вирусной нейтрализации С одной стороны И мы Знаем О глубинных Клеточных Механизмов Которые Мерить Достаточно Сложно И мерилом Да Бывают Люди Невосприимчивые К определенным Инфекционным Агентам Мы прекрасно Знаем Что Есть 0,001 Теста Людей Там С саблями 6 месяцев Не требуется Вот Вот это Принципиальный Вопрос Потому что Можно бегать Покупать Эти антитела На вирусной нейтрализации Они абсолютно Ничего не дают Сделав Вакцину И встречаясь Защита Любимых Реглам Вот тут вопрос Еще один Возникает Мы столкнулись С таким Это сейчас термин Такой есть И он Справедливый Потому что Я Нескольких пациентов Таких наблюдал Принципиальный Лонг ковид То есть Это Не три недели Болеет максимально А болеет значительно С периодически Волнообразное течение Я кстати Аналогию проводил Если помните С тем же вирусом Эпштейн-бар Да Когда есть Острые Есть Неболеющие Сносители Есть Переболевшие Моннуклеозом Буду спорить Буду спорить И спорный вопрос По поводу Хронически активный эффект Спорный вопрос Я подчеркиваю Да И Эпштейн-бар Ведь тоже Он же подавляет Иммунный ответ На себя Вот он хитрый такой Поэтому у нас Практически все Городское население Носители По большому счету Но активируется Когда у нас снижается Иммунитет Да И Ну Продолжая Вот ваш Поворот Теоретический поворот Да Вспомним Академика Белякова Теория колодца У нас например Среднее ухо Это один из колодцев Где вирусы Переживают И ждут своего Звездного часа А герпесовирусы Это хронические Вирусные инфекции Они в дарзальных ганглиях Спинного мозга Есть в них то место Единожды Встретишься с любым Герпесовирусом Мы уже никогда Не прощаемся Они ждут своего Звездного часа А вот лонгковид Это все-таки Или постковидный синдром Это проявление Классической Вирусной инфекции Вот этот рикошет Не прекращающийся Да Этот рикошет За которым Мы никогда Честно говоря Не наблюдали Но как у нас В стране Относились к насморку Падая вставая Мы растем Да А хотя В мире Не будем Обращаться Опять к CDC Но классическое Определение гриппа Все что В тобой случилось В течение Двух месяцев Перенесенного гриппа Инфаркт Инсульт Сломал ногу Является Проявлением гриппа Потому что Такая биохимическая буря Такая Метаболическая Поломка Что развивается Вот такие нарушения И ковид Собственно То зеркало В котором Отразились Инфекционные заболевания Острые Респираторные инфекции Как крайне тяжелые Проявления Я уже сейчас С перечня Сбился Уже 65 На зоологии Где тонко Там рвется У взрослых И до 30 У детей Только букет Неврологических И психических Нарушений Базируется В 15 диагнозов 15 диагнозов С одной стороны Размножение Вируса Вызывает Тот же Острый коронарный Синдром Синдром Разбитого сердца Такая Он может вызывать Острый инсульт И мы знаем Такие случаи Миокардиты Миокардиты Все что угодно А потом В исходе Развивается Как бы Вторичное нарушение Но применительно Мне как педиатру Инфекционист Системный Мультиспалительный Синдром Легко Переносит Дети Старше Четырехлетнего Возраста Не получает Противирусной Терапии Никакой Я всегда говорю Как карсон С пропеллером Носится Через 2-3 недели 39 Реанимации Полиорганные Нарушения Поэтому Это лонг ковид И повторяю Что 65 Она тоже Изнуряющая А вот Повторяя Спектр От острых Инсультов До Которые все-таки Редко 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 Но все-таки Случается А вот Когнитивное Расстройство Снижение Памяти Вот я помню Когда стали первые Больные Приходить после Ковида У меня было ощущение Вот я их назвал Инфантилизм Вот они как дети Пугливые Такой немножко Паника Забывают Нужно несколько раз Повторять Да И понимание Нарушено Когнитивное Расстройство Кстати Можно я Маленькую Ремарочку скажу Помимо Самого Ковида И помимо Вот этих Прямых Неврологических Нарушений Есть по крайней мере Вот два фактора Которые для себя Выявляю Один Это фактор Ранее Или быстрая Отмена Стероидов Практикуется Дают стероиды Потом быстро В течение Двух-трех дней Отменяют Большой дозы Это вторичная Наточник Недостаточно Риск Такой есть Да И вот эта слабость Вот все эти Неврологические Нарушения Могут быть связаны Значит На это нужно Обращать внимание И вторая ситуация Достаточно давно Высказала гипотезу И она нашла Нашла свое подтверждение Уже В ряде публикаций Наблюдений Гипераммониямия Поражение печени Вот мы Хорошо знаем Про гипераммониямию У беременных И у больных С циррозом печени Здесь поражение печени Оказалось Действительно Не столь резко выражено Она есть Но самое приятное Что это хорошо лечится Вы знаете И здесь есть Приоритет Отечественной школы Академик Сергей Константинович Терновой Который Супер лучевой диагност Обладал И супермагнитом И они изучали Как раз Реакцию Индивидуума В привычной ситуации И постковидной реакции И эти публикации Которые Ну как жареные пирожки Расходятся в мире Он выиграл Несколько грантов Международных Потому что Ну вот Средоточение Вот таких Научных Возможностей Инструментов Возможности Привело к тем Открытиям О которых мы говорим И поэтому Потеря Привычных Жизненных Науков В силу болезни Казалось бы Даже безобидная Вирусная болезнь Весьма ощутима Но самое печальное То что И детей Сия участь Не миновала И для нас Казалось бы Вот страна Швеция Та страна Которая повела себя Во время ковида Несколько необычно Да Скажем так Был шведский путь Не только шведский стол Но и шведский путь Они опубликовали Данные по детям И выяснилось Что я помню Абсолютно точно У них около 21 тысячи Заболело У 140 детей Это детей? Детей Это много Для Швеции Для Швеции Где 5 миллионов жителей Да Было Более Около 1800 очагов В школах Распространялось Внутри школ 140 детей Я помню Имел мультивоспалительный синдром Илон 8 процентов Шло в мир иной Илон ковид Это большие цифры Это большие Дикие цифры Илон ковид Развился от 10 до 30 процентов Детей Да Но мы знаем Что мозг Что мозг Что мозг интенсивно Растет в первые Три года жизни И понятно Что дети Набирает Как бы Багаж И могут быть Отдаленные последствия К сожалению Они не могут Положить в копилку Нервно-психическое развитие Никто не отменял Мы же грудного ребенка Не требуем Завязывать шнурки Это очень хороший Сложный навык Требующий Координации Как собственное Выговаривание Шипящих Мы тоже знаем Что до определенного Момента Требовать Определенных звуков Из-за того Что не сформированы Мышцы И навыка Нет Не представляется Возможным Но повторяю Что это может иметь Большие Отдаленные последствия По сравнению Со взрослыми У которых большой багаж Им есть что терять А дети могут Не накопить Будем посмотреть Да Давайте вернемся К вопросу У нас появились Новые вопросы Александр Ильич Вам вопрос Все же поставить задачу При первых признаках Инфицирования Разработать Эффективность Патогенетической Обоснованной терапией Заниматься Слабо Обоснованным Механизмом Профилактических Прививок Ну я что-то Гоню Задача-то Стоит давно Да Задача-то Стоит давно Ну и она Абсолютно Понятна Но и профилактические Прививки К слову сказать Дарят 25 лет Человечеству Жизни Это абсолютно Доказанный Факт Ну Отбросим Сомнения Для врача Инфекциониста Конечно Не патогенетической Терапии А и театропная Воздействующая На вирус Мы Должны Сказать Что мы Плохо Влияем На инфекционный Процесс Особенно У детей У детей Возрастное Ограничение По Два Препарата По применению Противирсных Препаратов У взрослых Спектр Несколько Шире Но Очень важно Ложка Хороша К обеду Если мы С вами Научились Обрывать Инфекционный Процесс Никакого Цитокинного Шторма Когда Пульмонологи Ренематологи Никаких Вот тех Последствий О которых Мы говорим Лонг Ковид Или пост Ковидный Синдром Этого Бо Не было И вот Задача Я понимаю Что на Ни одного Дня Разработать И театропные То есть Препараты Действующие На причину Противируса Мы для гриппа Разрабатываем Уже сколько И театропные Все-таки Три препарата Есть И появился Еще один Новый препарат Это тяжелая Задача Это тяжелая Задача Это не одного Дня Я кстати Хочу еще Обратить внимание Вроде бы Для врачей Это очевидно Но тем не менее Не надо Ожидать От прививки Полной Защиты От болезней Конечно Прививки Такого рода Защищают От тяжелого Течения От реанимации Да От реанимации Не от болезни Заразиться можно И это не удача Прививки Но легче Легче И самое главное Почему собственно Вакцинированным Нужно носить маски Они могут переносить Малосимптомные Бессимптомные Формы Является источником Для окружающих Это доказанный факт Мы смоделировали Инфекционный процесс Ослабленной Прививкой У нас выработались Антитела У кого-то их достаточно Больше условно Защитного титра У них заболевание Протекает легко Мы спасаем От реанимации Но с другой стороны Если вирус Попадает И у него Бессимптомные Или малосимптомные Формы У нас точник Для окружающих Поэтому мы говорим Со всех трибун Что Ахиллесова Пита Пандемии Бессимптомники Вы не знаете С кем Вы встретитесь Поэтому Семен Слепакова Вчера Шикарная песня По этому поводу Вышла Да я не слышу Но Я найду Обратитесь к творчеству С удовольствием Прокупленный Куар-код Да Вот И все станет Абсолютно Ну я другого Не могу сказать По поводу Изысков Российского Населения Вот это Феодальные Маркобесия Какое-то Купленные Коды Какие-то Вычурные Возы Ссылки На каких-то Непонятных Атаритетов Честно говоря Не важно У нас следующий Вопрос Очень практический Добрый день Хочу привиться Но уезжаю В отпуск на три недели Надо ли делать Первую дозу До поездки А вторую после Или провести Весь блок По приезду Как вы Ответьте на этот вопрос У меня есть свой ответ Да И у меня есть свой ответ Ситуация достаточно Действительно Жизненная Но непростая Потому что Дело все в том Что мы должны Отдавать себе Ответ Что между прививками Мы должны себя Максимально Защитить А выезжая За пределы Среды обитания Мы меняемся Как формируется Новый коллектив В транспорте Да Ну самолет Тот же Поезд Мы невольно Перемещаемся В условии Где мы Обмениваемся Вирусной информацией С большей интенсивностью Да С большей интенсивностью И Так как мы Моделируем Ослабленный Инфекционный процесс Вводя Фрагменты Вируса Либо Убитый вирус Если мы Встречаемся С тем же Самым Риновирусом Аденовирусом Или прочее Более сильным Неослабленным Диким Природным Иммуноответ Переключается туда И собственно Вы На коронавирусную Инфекцию Не реагируете Поэтому мы говорим Что между Прививкой Нужно максимально Думать о Собственной защите То есть идеальные Ситуации Две прививки До поездки Да Да И 42 день Мы знаем Что только При двух прививках Условно Защитный Тит 42 от первой От первой Прививки Но 14-21 день При разных Вакцинах Интервал между Прививками Поэтому Задумайтесь Да Но Повторяю Что Ситуация Непростая Вы Кстати Затронули Тему Которая Еще До Ковидный Период Мы Четко Пульмонологи Обращали Невая У нас Всегда Был Пик Наших Болезней Причем Обострение Хронических Заболеваний И Пик Интерсициальных Заболеваний Легких Которых Стало Больше Кстати Последствия Ковида Тоже Интерсициальные Заболевания Легких По сути Дела Протекает Как Организующие Пневмонии В тяжелых Случаях Так вот У нас был Пик Всегда После Отпусков Сентябрь Формируется Новый Коллектив И Февраль Школа Детские Сады Транспорт Особенно Длительные Авиационные Перелеты Вот это Просто Фактор Просто Я съездил Отдохнуть Потом Что-то Я приехал Расквасился Мы знаем Еще С вами Закономерность Если Вы улетаете В теплые Края На Недельку Из Москвы Реаклиматизация То есть Вы попадаете В яму Да И вы становитесь Восприимчивы К тем патогенам Которых Вы бы не заметили Да А еще И поэтому Вернемся К коммунистическим Временам Но загар Это же само собой Снижение иммунитета Да Сгорел человек Это просто Жуткий удар Курортология У нас Четко Рекомендовала Санаторное Курортное Лечение 14-21 День Не меньше Поэтому Если Вы уже Решились Отдыхать Трехдневный Отдых Не придаст Вам здоровья В контрастной Климатической Зоне Абсолютно В средней Полосе Не меняя Климатическую Зону Лес С хорошими Партнерами Грибы Ягоды И прочее Так Хорошо Значит Поступаю Следующий вопрос Тоже очень важный Вакцинации В период Лактации Возможно ли Вакцинироваться Категорически Нельзя Вопрос Очень интересный И Объясню Почему Он действительно Животрепещущий Потому что Среди детей В настоящий момент Болеют дети До года И подростки В основном Но Не нужно Бежать Впереди Паровоза Для того Чтобы расширились Показания Для вакцинации Должны быть Проведены Соответствующие Клинические Испытания Потому что Если беременным В третьем Триместере беременности Мир уже Разрешил И Рождается В том же Израиле Дети И беременные Вырабатывают Антитела И дети Рожденные С антителами И они получают Часть антитела Ситуация Несколько другая Да Поэтому Я не говорю Категорически Нет Этот вопрос Пока не изучен То есть Нет Научно доказанного Ответа Да Как собственно И у детей Вот сейчас идет Третья фаза Клинических испытаний 14-18 лет Подростков В том числе и России Мир пошел Израиль с 12-летнего возраста Китай с 3-летнего возраста Но это их практики Международная практика Регламентирует 18-14 14-7 7-2 И потом Младше двух И для каждой группы Будут проводиться Все фазы Клинических испытаний Следующий вопрос Близкий К этому Мы заметили Что в эту волну Начали больше болеть дети Ну вы уже об этом говорили Слава богу Пока не тяжело Ну относительно Если такое количество Мультивоспалительной реакции Кроме подростков Побыстрее Надо решать вопрос Вакцинации детей Разрешить Вакцинировать беременных И не разрешить Кормящим Логика где? Ну вы практически Ответили Да нет Но я еще раз подчеркну Что вакцинируем Мы здоровых Это не спасение жизни Где три врача По жизненным показаниям Назначают препарат Здесь Каждое Новое показание Требует изучения Требует взвесить За и против Только после этого Появляется строчка В показаниях Или противопоказаниях Нельзя бежать Впереди паровоза Повторяю Что для детей Начато исследование До 14-летнего Я понимаю Что чаще болеет Но ситуация Может быть И обратная Давайте потерпим Да Ну близкий вопрос Здравствуйте Хронический аутоиммунный тиреидит Является Противопоказанием К вакцинации Под вопрос Или какую-то можно Пациент принесла Ковид в октябре При эпилепсии Можно ли прививать Взрослые пациенты Один стойкой Стойкой ремиссии Второй на трех препаратов Большие приступы До 1 раза в месяц Ну эпилепсия не является Противопоказанием Там прямого действия нет Нет Поэтому И четко написано В инструкции Всех 4 вакцин Месяц Медикаментозной ремиссии Отсутствие обострения Хронического заболевания Хронического заболевания Потому что Хронические заболевания На той хронической Они неизлечимы Поэтому мы поддерживаем Медикаментозную ремиссию Месяц не прыгает Давление у вас У вас стабильный сахар Мы говорим о частых вещах При аутоиммунном Теридите Подобрана доза Для того чтобы Вы были в состоянии Ремиссии Это показания Для вакцинации Окей Разрешено применение Чумаковской вакцины У лиц старше 60 лет В настоящий момент Инструкция строго 18-60 Но проводятся Клинические испытания 60 плюс И если есть желание Я даже могу назвать адрес В Москве Это институт имени Мечникова Там 60 плюс Плюс даже сахарный диабет Следующий вопрос После перенесенного В октябре Ковида Пациентку В течение всего времени Беспокоит Стоит ли в такой ситуации Рекомендовать вакцинацию Однозначно Я еще как-то в каком-то эфире В апреле Говорил об этом Что появился глоток воздуха Очень значимая публикация В одном из американских журналов Или в английском Медицинском журнале Однократная вакцинация Обрывает постковид Однократная вакцинация Обрывает постковид Или лонгковид Тут есть еще один момент Дело в том, что Тут не сказано Впервые появилась миология Суставной синдром Или потому что Пишут после перенесенного Да, но впервые Или не впервые Потому что Это ситуация Когда уже было Заболевание санитетной ткани Допустим И потом она обострилась Это и есть И вторая ситуация Когда человек перенес ковид И у него Формируется Аутоиммунный процесс И как вот Вадим Иванович Мазеров говорит Академик Ревматолог известный Он говорит В основном Недифференцированное Сначала идет Аутоиммунное Системное заболевание Это я приказал В этой ситуации Обратиться К ревматологу И к доктору Доктор Чтобы доктор Принял решение Да, к доктору Конечно Так Следующий У нас тут много Слушайте Мы с вами До утра будем Постараемся Ответить У нас Так Сейчас Одну секунду Так А вот Спутник Если вакцинировали Спутник ВИИ То можно его использовать Для ревакцинации Того же человека Ну мне кажется На самом деле Вот в среду Вышли временные Методические рекомендации Мездрава Написано Четко Что для ревакцинации Может использовать Любой из Зарегистрированных В России препаратов Ответили Следующий вопрос Тоже интересный Вам как гастрендрологу Особенно Примерно У 20% пациентов Видело повышение ЛТ-АСТ Ну Трансиминатор Печеночный У некоторых Повышение Блирубина Без других причин Почему не включить Методические рекомендации Гепатопротектора Ну Вопрос Многослойный И могу сказать Что Одним Из значимых Поражений Является Как раз Поражение Печени Желчеводящих путей К слову сказать Описанные Последние И страдает Прежде всего Белковая Синтетическая функция Более 5 тысяч Различных Белков Страдает Но Я К сожалению Не знаю Ни одной Международной Доказательной Базии Чтобы гепатопротекторы Влияли Позитивно На этот Процесс И это правда К сожалению Но Я уже упоминал Вот ситуацию С Поэтому Поражение Печени Поражение Желчеводящих Путей Это реалии Нашей жизни И поэтому Где Как я говорю Где тонко Так и рвется А печень Это не парный орган К сожалению Да Хорошо Ну я уже говорил Об Меня просят дать ссылку На Посмотрите Ланцет Апрельский Там Постковидный набор И 65 заболеваний У взрослых Абсолютно точно Следующий вопрос Это компоненты Это компоненты Одного Большого Протокола Лечения Пациента Так Вопрос В наших рекомендациях После прививки Необходимо не мочить Непонятно что мочить Да Не пить Не загорать В народах такого нет Ну по-моему Не пить Такого нет А вот не загорать Я с этим соглашусь Это однозначно Это совершенно однозначно Мы говорим о том Что три дня Есть некие ограничения В приеме алкоголя Но я бы добавил Что не больше Физиологических потребностей Да Грамм на килограмм Не больше На килограмм веса Поэтому Не превышать Как бы дозу Но на самом деле А вот не загорать точно Это абсолютно точно Это однозначно Так Прививитого человека Сколько нужно ограничивать В контактах Самым значимым является Первые три недели Между прививками Потому что наиболее часто Возникает заболевание В этот период При контакте Но стойкий Условно защитный титр Вырабатывается После 42 дня От первой дозы При условии Сложно сказал Введение двух доз Стойкий Стойкий А небольшой все равно есть Начинает вырабатываться Но Это не защитит Поэтому Обидно заболеть Между прививками Так Первая прививка В Москве Приехала на длительный период В другой город Второй компонент Вакцины Можно проводить В этом городе Конечно Это вам неправильно Сказали Потому что для вакцинации Предъявляете паспорт И СНИЛС И более ничего И более ничего И даже не нужен И вы попадаете В единую Государственную базу Государственные услуги Я понимаю Что в Москве Там МОЗ услуги Дополнительно есть Но у нас Единый государственный Реестр Как привитых Так и переболевших Поэтому Если вам выдавали Больничный лист По поводу заболевания В настоящий момент Связанный с ковидом Будут выдавать QR-код Переболевшего Так же Как вакцинирован Следующий вопрос Ревматоидный атыд Выраженный болевой синдром Постоянная терапия Проводить вакцинацию Ну вы уже сказали Ремиссию Надо с ревматологом Посоветоваться Посоветоваться Но я например Могу сказать О биологической терапии Потому что я все-таки Наполеян гастроэнтеролог Да Мы участвовали Вместе с израильскими Коллегами И с президентом Ассоциации Воспалительных заболеваний Кишечника Профессором Белоусовой В совместном Консенсусе Тактика такая Если ты хочешь Продолжать Бесплатную Биологическую терапию Между введением Препарата Вводится вакцинация Потому что Риск Гораздо больше В той ситуации Если на фоне Хронического Аутоиммунного Или аутоиспалительного Заболевания Возникает ковид Через какое время После перенесенного Инсульта Можно прививать Исут в январе 21 года Станет стабильное Ну стабильное Прививайтесь Однозначно Месяц стабильного Состояния Однозначно Совершенно Ну что Я так чувствую Что у нас Вопросов больше нет Значит Мы какое-то Такое Завершающее Скажем Я хочу призвать Нас я понимаю Слушают в основном Все-таки доктора И я хочу призвать Прежде всего Докторов Потому что К сожалению Сталкиваемся С ситуацией Когда И сами доктора То ли ввиду Как я называю Это кулибинщины Какой-то Вот своего Какого-то Вычурного взгляда Противодействия Прививочной Компании Совершенно Не обоснованно Какие-то Распространяют Непонятные Слухи Когда это Обыватель делает Но это еще Как-то Объясним Врач Этого делать Не должен Он должен Ориентироваться На Подавление Инфекции И ответственность Несет Не только Врач Не только Больной Но и тот Человек Который Не привился Потому что Он потенциальный Источник Для Всего Общества Надо четко Понимать Мы сейчас На войне Мы на войне Только не с внешним Врагом А с Микробом А я В этой ситуации Хотел бы Обратиться К памяти Великого Человека Моего Учителя Вы прекрасно Знаете Валентин Ивановича Покровского Который Это действительно Эпоха В инфекционных Болезнях Который Холеру В октябре Прошлого года И Мингакокова Инфекция К слову Скати Впервые описал ВИЧ И дальше по списку В Российской Федерации Очень много связано Побед На инфекционном фронте Именно с ним Он всегда говорил Одну и ту же фразу Что 99% Заболеваний Связаны Так или иначе С инфекциями Об этом Знают все врачи Кто в этом Сомневается Испытает Но он говорил Прямо На собственной шкуре И пренебрегать Инфекциями Не представляется Возможным Потому что На самом деле Они мстят И очень жестко Мстят Да Многие На эти грабли Натыкались Классический пример Американца Внедряется Пенициллин 46-й год Конгресс Соединенных Штатов Америки К 1980-му году Забудем Об инфекциях Какой нынче год Забыли мы Об инфекциях То есть Самый большой террорист Это природа Из-за антропоноза Никто не отменял Вот пренебрежение Инфекциями Пренебрежение Микроба Одни Назовем их так Очень жестко бьет Вот когда мы Самоспокойны Когда мы Довольны Когда мы Сокращаем часы Для врачей На преподавание Инфекционных болезней Закрываем кафтеры Детских инфекций Где основа Вакцин профилактики Закладывается Мы имеем Те проблемы В врачебном сообществе С которым К сожалению Мы сталкиваемся В настоящий момент Так что Дефицит знаний Нужно восполнять Альтернатива Вакцин профилактики Еще раз Нет И мы живем Вакцинозависимом Обществе Я бы еще Напомнил Уважаемым коллегам Ну как пульмонолог Я не могу Эту тему Не затронуть Это проблема Антипневококковой Вакцинации Она сейчас Приблетает Особую остроту Она вообще Острая проблема У нас Целевого показателя Достигает только Одна Сахалинская область Сейчас приближаются Некоторые области Хотя Это доказаны Эффективности Я уже говорил Пугающие цифры Летальности От внебольничных Пневмококковых Пневмоний А сейчас Мы серьезно Обсуждаем вопрос Чтобы людей Переболевших Ковидом Внести Вот в эту Декретированную группу Обязательные прививки Я думаю Что это оправдан Особенно в условиях Андрей Бактерии Этот сценарий Исключить нельзя Хотя мы знаем Что пневмония Иная Но Защищен Ты вооружен Поэтому Пневмокок Это и этим летом Мы должны Говорить о том Что следующий Питсезон Мы должны Встретить С гриппом И с пневмокококом А пневмокок Один раз Жизни Водится Для лиц Особенно старше 60 лет Иногда два Но это Но и деткам Отдельный сценарий Да Есть отдельный сценарий То есть во всяком случае Уважаемые коллеги Если вы Вы можете ознакомиться С порядком Прививки И дорожите своим здоровьем Давайте так скажем Если вы дорожите здоровьем Своих И своих близких Потому что Лица старше 65 лет Автоматически Должны Прививаться Вот на это Надо Обращать внимание Так Ну у меня последний вопрос Наверное Я все-таки на него отвечу Уважаемый Андрей Георгиевич Какие изменения в легких Могут наблюдаться Кроме пневмофиброзов В течение трех месяцев По воспринесенной ковид Возможны Деструктивные изменения Наличие новообразований Наличие новообразований Не доказано Деструктивные изменения Есть у отдельных людей Я уже говорил При тяжелых формах Протекают по типу Организующейся пневмонии Ну как солидата Да Нет Это не консолидата Это формирование Пневмосклероза С тракционными бронхектазами Иногда Вот Ну это особая тема Ну а дальше Сплошные благодарности у нас Александр Васильевич Большое спасибо С вами как всегда интересно Взаимно Я думаю, что не последний раз Мы встречаемся Диалог можно поддерживать Только когда Собеседники взаимно интересны Это как про любовь Спасибо всем